Утро у 12-летнего Дмитрия, как у многих мальчишек, во время учебного года начинается со сбора ранца. Учебники по математике, истории, географии. Все укладывают в соответствии с расписанием в дневнике. Тем временем в соседней комнате его сестры-близняшки Александра и Мария уже давно собрались. Даже осталось время подготовить домашние задания. Маш, сколько времени? Без пяти восемь. Идем в школу. Но перед походом в школу, конечно же, завтрак. Мама Оля уже все приготовила. По традиции, за утренним чаепитиям собирается вся большая семья Шебзуховой. Говорят о планах на день. К примеру, Ольгу Александровну пригласили на встречу с главой города. Вопрос для обсуждения волнует всех членов этой многодетной семьи. Выделение земельного участка. Пока у Шебзуховых вопросов больше, чем ответов. Будут ли на участке коммуникации? Потому что те участки, которые были выделены до настоящего времени, там имелись проблемы как раз-таки с подъездом, с освоением этих участков. В мэрии не отрицают некоторые участки, которые ранее предлагались многодетным семьям. Действительно, еще не готовы для строительства, но бросать на полпути начатое дело, заявил глава города, никто не собирается. То, что мы выделили на Варданы, мы, естественно, уже выделили, уже сегодня проводятся работы в нашем департаментном строительстве по созданию инфраструктуры. Потому что одно дело выделить, а другое дело дать возможность нам что-то строить. Плюс к этому, чтобы многодетных семей сильно не обременять налогом на землю, в администрации города приняли решение уменьшить для них налоговую ставку. В итоге, в год владельцы этих участков будут платить вместо 3000 рублей, не более 300 рублей. Сочинцев интересовал еще один важный вопрос – хватит ли им всем земли? Граждане понимают, найти свободные участки довольно трудно. А право их получить в Сочи имеет около 1200 семей. Первые очередные земельные участки, по которым будет выполнена документация по планировке территории, это село Верхненеколаевское, два земельных участка, общей площадью приблизительно 12 гектаров. Сколько будет земельных? 100 земельных участков. 100 земельных участков. Вторая аналогичная территория, работа на которой будет производиться параллельно с первым земельным участком, это территория в районе поселка Кудепста-Адлерского района, 15 гектар. Соответственно, также примерно около 100 земельных участков. В администрации заверили, что в феврале следующего года эти участки перейдут в реестр МФЦ для раздачи многодетным семям. Параллельно сейчас муниципалитет работает еще над двумя более большими территориями, пока они в краевой федеральной собственности. Это 50 гектаров в селе Раздольном. Такая же площадь есть в селе Верхний Юрт. В общей сложности их нарежут на тысячи участков. Помимо этого, на этой земле появится и своя инфраструктура – детские сады, магазины, фельдшерские, акушерские пункты. В конце следующего года эти участки уже начнут раздавать, так что вполне возможно, что многодетная семья Шепзуковых вместе с рождением очередного ребенка будет отмечать и долгожданное новоселье в своем доме. Игорь Курпа, телекомпания ФКТ Уже бланк финишер.